Субтитры создавал DimaTorzok В связанной с перспективами специальной военной операции, а для того, чтобы можно было в случае чего отбояриться, ну или вдруг там плохо примут посланника, послали того, которого не жалко, понимаете, это же очень удобно, вы посылаете человека, имеющего в России, ну такую крайне сомнительную репутацию, но отвез он действительно важное послание, это правда, потому что Си Цзиньпин не просто просит и не просто призывает, он настаивает на том, чтобы конфронтация прекратилась, и он поставил прекращение конфронтации, точнее план, хотя бы реалистичный план, условием даже не только своего визита в Россию, а вообще телефонных разговоров с Путиным, они же по телефону не говорят, Си Цзиньпин говорит, что не о чем говорить, пока вы мне не представите план, и вы знаете, как это символично, там Зеленского патриотические медиа и пропагандистская машина упрекает, ах, поехал на поклон в Вашингтон, а тут вы понимаете, отчет везут в Пекин, вот как интересно выглядит сейчас геополитическая табель о рангах, кто главной страной в мире, и как не получается создать новый геополитический полис, ну никак не получается. А вот смотрите, как раз об этом Блумберг писал, что Россия и Иран готовят новый большой торговый путь, который закончится в Индии, это вот для обхода санкций, может получиться? Да, может получиться, обе стороны в этом заинтересованы, другое дело, что это не решит их проблем, понимаете, это создание такой авторкийной системы, вот нашли изгоя, Иран изгоя, давайте, ну там понятно, есть еще Северная Корея, может быть она подключится к этому великому пути, но особо-то выгод это никаких не принесет, ну там да, оживится торговля, но понимаете, России, как и Ирану, нужны технологии, и не разовые образцы, да, нужны системы технологические, нужны заводы с новыми технологиями, нужна новая техника, это невозможно без Запада, это невозможно на худой конец без Китая, но Китай не дает России ничего, он с удовольствием захватывает российский потребительский рынок, а что касается технологий, даже продукции двойного назначения, нет, нет и нет, или фактически это контрабанда. Угу, ясно, Степан Ковалев, слушатель, решил вас спросить насчет поведения Владимира Путина, а почему после объявления частичной мобилизации не закрыта граница, то есть люди отъезжают и так далее? Ну, потому что частичная мобилизация была прекращена, и по словам Путина вообще в этом больше нет нужды, а вот когда начнется второй этап мобилизации, будьте благоуверены, что границы для тех, кто находится в базе потенциально мобилизованных, будут закрыты. Базу просто надо было еще создать, ее надо сформировать, это не дело одного дня и даже не дело одной недели. В этой базе, насколько мне известно, около 7 миллионов фамилий будут. Это не означает, что все они подлежат мобилизации, это база, это именно база людей, которые потенциально могут быть мобилизованы. Но если начнется второй этап мобилизации, то число мобилизованных должно превысить, причем значительно число мобилизованных во время так называемой частичной мобилизации. А где на это будут доставать деньги, если действительно все будет так? Родные, родственники, а как это было? Как это было во время первой волны, Константин? Что касается формы, шьют форму, в Бирьме шьют, в Иране обещали, значит, сделаны заказы. Я не знаю, заказывали ли в Северной Корее, во Вьетнаме заказывали форму. Автоматов Калашниковых хватит. А все остальное, как говорилось в фильмах, героических фильмах о героической Красной Армии, да будете в бою у врага отберете. Или снимете спавшего товарища. То есть буквально как в фильме «Враг и ворот» вы имеете в виду такой сценарий, который все критиковали. К сожалению, да, потому что если посмотреть на то, как идут военные действия, мы видим, как наши вооруженные силы, и это весьма печально, скатываются к образцам середины 20 века. Ясно. Давайте чуть-чуть внутренней политики. Даниил спрашивает, как стоит воспринимать вчерашнее заявление из Татарстана, где звучат призывы относительно Конституции и главы региона. Ну, стоит это понимать в двух смыслах. Первое, Татарстан не хочет проститься со своей идентичностью, а федеральная политика направлена на то, чтобы раздавить любую региональную, особенно национальную идентичность. И второе, это вообще-то очень опасный звонок. Вот мы с вами в первой части передачи говорили, ну, в частности, я говорил о политическом кризисе, когда этот кризис развернется во всю свою мощь, то, как и в 90-е годы, обостриться желание ряда регионов России, ряда республик в составе России повысить свой статус, вернуться как минимум, как минимум к статусу, который они имели в 90-е годы. Это совершенно точно произойдет. Это уже запрограммировано в самой структуре ситуации. Если вы слишком перегибаете палку в одну сторону, то должно быть готово к тому, что кто-то захочет эту палку перегнуть в другом направлении. Региональные элиты принадлежат тем самым группировкам, о котором мы говорили в первой части программы, то есть о тех, кто может потом бороться за управление страной? Нет, безусловно. Они могут бороться за управление, за контроль на своих территориях. Но и то это в очень ограниченном числе регионов Российской Федерации. В первую очередь в республиках. Это самые сильные региональные элиты. Это, конечно, Татарстан, это Башкортостан, это Чечня. Уже Дагестан значительно слабее. Да, вы знаете, пожалуй, все. В Якутии сильные настроения в пользу поддержания и повышения идентичности. Но я не знаю, как это выражается на элитном уровне. Но я думаю, там база тоже для этого существует. Что касается других республик по Волжине, там нет таких сильных элит. А что касается так называемых, или не так называемых, просто русских регионов, ну с преобладанием этнических русских, там же элиты постоянно тасуются, постоянно назначаются варяги. И там сильных местных элит, они, может быть, и есть, но они пока не решатся поднимать голову. Только в том случае, когда федеральный центр начнет слабить, они будут добиваться своего. Ну, с моей точки зрения своего, они будут добиваться, ну, права как-то распоряжаться собственными ресурсами, получать больше от бюджета. То есть, фактически, они будут бороться за экономическое равноправие, что я считаю для России абсолютно необходимо. Ну, хотя бы бюджетный федерализм, как минимум, необходим. Вряд ли они будут так уж бороться, в отличие от Татарстана, Башкортостана, за политическое представительство. Вот экономика для них, я думаю, будет важнее, распоряжение ресурсов. И Акутия, безусловно, будет здесь одним из лидеров, в том числе. А не исключаете ли вы формирование, ну, такое серьезное изменение в том, что мы сейчас считаем региональными элитами? Ну, там, условно, вот в Саратове Володинов всегда считают своим. Вот он может, условно говоря, возглавить и сформировать какую-то региональную элиту? Вот вы сказали «Волгу», я вспомнил про этот случай. Я не думаю, что они способны объединиться. А если такие, ну, как бы, это страшно. Вот сейчас совершенно точно нет, даже разговоры невозможны, даже мысли. Потому что если соберутся двое или трое губернаторов, ну, приехали они кому-то в гости на день рождения или президента, можете быть уверены, что разговор будет записан, и еще каждый из участников напишет по доносу друг на друга. Вот в этом никаких сомнений нет. Поэтому сейчас нет. В будущем смогут ли они выстраивать горизонтальные связи? Не знаю. Я думаю, это зависит от личности, от амбиций, от воли и от потенциала, которыми эти личности обладают. Но в Татарстане национальные элиты более или менее консолидированы. У них есть одна общая цель. Они могут враждовать между собой, но они едины в цели повышения идентичности, защиты и повышения идентичности, вы понимаете. Да, а что в русских регионах?